друзья всем привет на канале уже был полный обзор глобальной версии miui 14 также я ее сравнивал с miui 13 и часто в комментариях возникают вопросы насколько же miui 14 глобальная версия урезанная по сравнению с китайской и в этом видео я сравню возможности какие возможности не добавились в глобальную версию miui 14 по сравнению с китайской версией если друзья не подписаны на канал не забывайте подписываться прожимать колокольчик и мы начинаем первая функция это супер иконки при помощи которых можно изменять иконки на рабочем столе смартфонов xiaomi redmi и пока в китайской версии эту фишку добавили но в глобальной версии miui 14 переключаясь на глобальную версию пробуем включить эти супер иконки и как мы видим этой функции здесь нет хотя в списке изменений глобальной версии написано что супер иконки могут появиться при обновлении рабочего стола до последней версии но я обновлял рабочий стол до последней версии этого не происходит возможно в будущем с обновлениями miui 14 эти супер иконки и добавятся кстати друзья в комментариях часто возникают вопросы какие смартфоны обновятся до miui 14 какие не обновятся в своем телеграм-канале realtek я очень часто обновляю информацию когда какие-то обновления начинают приходить я сразу же публикую ссылку на свой телеграм-канал realtek я оставлю в описании под видео можете переходить и здесь информация обновляется быстрее и внизу не забывайте нажимать кнопку присоединиться идем далее это глобальная версия с тут стоит отметить что в китайской в глобальной версии есть функция изменения папок это обычный стиль к которому мы уже привыкли увеличенный и xxl отображается на рабочем столе это следующим образом стандартные папки которые мы привыкли это увеличенный размер и размер xxl где помещается в ширину 3 иконки и в высоту тоже три иконки выглядит это следующим образом эта функция есть как и на китайской так и на глобальной версиях функция тамагочи на рабочем столе в глобальной версии этой функции нет но в китайской конечно же эта функция есть и в глобальную версию эту функцию не добавят новые виджеты на рабочем столе отображение следующим образом идет в глобальной версии если мы зайдем виджеты то здесь тут самые стандартные виджеты которые мы привыкли в милай 10 милай 11 и в милай 12 а вот такие новые виджеты они добавились в китайской версии в глобальную версию не так и не переехали но обратите внимание у меня это глобальная версия и здесь есть эти виджеты почему потому что их можно установить даже на милай 13 при помощи специальных приложений идем далее новые обои рабочего стола милай 14 как в китайской версии милай 14 так и в глобальной эти новые обои присутствуют кстати их уже сейчас можно установить милай 12 милай 13 скачать в отличном качестве можно также в моем telegram канале realtek ссылка в описании новые функции работы дисплея в настройках переходим в глобальной версии в и здесь идет все по старому частота обновления как и было в милай 13 редизайна здесь нет и другие интересные функции о которых я рассказывал ранее здесь нет есть только изменение шрифта и размер текста в глобальной версии нет и функции улучшения изображения в китайской версии милай 14 идет обновленный шрифт miss ans в глобальной версии самый стандартный шрифт но его можно установить при помощи приложения темы найти через поиск называется miss ans и вот он miss ans версия 13 и будет такой же как в милай 14 китайской версии это глобальная версия и здесь нет функции новой трансляции трансляция на планшет и другие устройства заходим функцию трансляция и здесь у нас все по стандарту в китайской же версии есть функция трансляции на планшет и трансляция на ноутбук в китайской версии в шторки появилась достаточно интересная функция инкогнито включив которую не будет доступа к камере смартфона не для каких приложений пока эту вы опцию не отключите переключаемся на глобальную версию и здесь все по стандарту этой функции нет функция улучшения звука как в китайской так и глобальной версии идет одинаковая такая же как и в милай 13 приложение безопасность это глобальная версия включая и здесь переходим в батарею и вот это вот опция не кликабельная сколько заряжена за сегодня и температура в китайской же версии эти опции кликабельны и можно посмотреть рекомендации лаунчер рабочего стола милай 13 и милай 14 все без особых изменений можно включать функцию не показывать текст можно включать сбалансированная либо медленная анимация либо быстрая и другие опции здесь все без изменений функции пузырьки приложений при помощи которой мы можем открыть одно приложение перевести в оконный режим далее второе приложение открываем на рабочем столе третье приложение сворачиваем и у нас вот такие вот пузырьки приложений получаются для быстрого доступа эта функция есть милай 14 как в китайской так и глобальной версиях приложение камера смартфона в глобальной версии идет самая стандартная такое же как и в милай 13 но в китайской версии милай 14 добавляется больше интересных функций звонилка в глобальной версии идет от google и сообщения а в китайской версии звонилка и сообщения идут милай вот такие вот друзья отличия на самом деле не такие уж и значительные текст можно изменить при помощи установки текста но функции тамагочи конечно нет нет функции режима инкогнито через шторку и нет функции по большому счету это изменение значков новых супер иконок которые кстати возможно в будущем добавят и на глобальную версию все остальное же друзья в китайская глобальная отличается незначительно поэтому милай 14 глобальная версия получилась достаточно интересная все интересные видео сравнения милай 14 милай 13 полный обзор милай 14 китайской версии я оставлю ссылочки на эти видео в описании на этом друзья у меня все если есть какие-то вопросы пишите в комментариях всем пока и до встречи в новых видео